Спортивные страсти Спортивные страсти Спортивные страсти На народной волне Добрый день дорогие радиослушатели Мы начинаем нашу еженедельную передачу Спортивные страсти У микрофона Яков Стрельчин Телефон в студии 847-400-5200 Первый час мы поговорим О разнообразных видах спорта Все что интересного случилось В интересующих нас видах спорта Ну а второй час Как всегда футбольный мир Ну и там мы обсудим итоги чемпионата мира Конечно хотелось бы чтобы Наши слушатели тоже поделились своими впечатлениями Ну а я начну как всегда с шахмат Есть несколько очень интересных сообщений Ну совсем скоро Значит совсем скоро Уже стартовал Я все живу еще теми днями Футбольного первенца Стартовал турнир в Дортмунде Ну он традиционный Играет 8 гроссмейстеров Я бы этот турнир назвал турниром Крамника Крамник постоянный участник этих турниров И в этот раз он играет Играет Крамник Гирий Не помнящий Дуда из Польши Вайташек из Польши Несипиану Германия Ковалев из Белоруссии И Георг Майер Который представляет также Хозяев Турнира Германию Ну это классический турнир 1 час 40 минут на 40 ходов 50 минут на 20 ходов Ну и 15 минут до конца партии С добавлением 30 секунд на ход Начиная с первого Сыграно два тура После двух туров Лидирует Дудал У которого полтора очка из двух Дальше идет большая группа Гроссмейстеров Которые Имеют по одному очку То бишь сделали две ничьи Это и Ковалевы Не помнящий Вайташек Крамник Майер Гири И Несипиану Который проиграл Дуду Дуду Во втором туре Он замыкает турнирную Таблицу У него пол очка Ну и совсем скоро Стартует тоже очень популярный Очень известный турнир В Биле Это такой фестиваль В Швейцарии Постоянно проходит Он тоже очень популярен И тоже 8 гроссмейстеров И очень сильный состав Там играет чемпион мира Карлсон Играет Мамедяров Играет Вашьелла Граф Играет Петр Свидлер Из России Навара Из Чехии Георгадиес Из Швейцарии Ну я повторяю Здесь Турнир Начнется Несколько Позже А именно 21 числа Через 4 дня Но как вы видите Он также Очень и очень Интересен Я прошу прощения Там 6 участников 2 круга Играют Ну а теперь Давайте перейдем К теннису Вот так как-то Чемпионат мира По футболу Для многих Затмил Один из турниров Большого шлема Наверное Самый Популярный турнир Большого шлема А именно Уэмблдон И На турнире Проходил В этом году Он был Я бы сказал Где-то Сенсационным Потому что Очень много Сильных Теннисистов Что Особенно В женском Турнире Вылетели Прямо В самом Начале Турнира Давайте Посмотрим Первым номером Стояла Халеб Которая Пусть и Первый круг Первых два Круга Прошла Вот в третьем Круге Она неожиданно Проиграла Китайской Теннисистки Шувей И Вылетела Из Дальнейшей Борьбы Так что Шувей Уже выбила Только Цибулкова Которая Тоже Достаточно Хорошо Известна Ну и В первом же Туре Вылетела Мария Шарапова Пусть Она Конечно Сейчас Имеет Далекий 24 Номер Но Тем не менее Вы же понимаете Что Мария Шарапова Входит В когорту Сильнейших Теннисисток Мира И Конечно Ей Очень тяжело После вынужденного Перерыва После дисквалификации Набрать форму И Здесь Она В первом же Круге Проиграла Российской Теннисистке Которая Вышла Из Квалификации Дьяченко Так что Дьяченко Дошла До третьего Круга Где проиграла Остапенко Ну а Остапенко Дошла До полуфинала Где Увы Уступила Немецкой Теннисистке Кербер Так что Вот такой Был путь Ну Достаточно Быстро Вылетела Азаренко Тоже Теннисистка Со сложной Судьбой Будем Так Говорить Потому что У нее Как вы знаете Были здесь Проблемы По Разводу С мужем И там Борьба За ребенком Она Не могла Уезжать Она Судилась Долго Короче Тоже Пропустила Ряд Турниров И вот И вот Сейчас Она Так Выступила На этом Турнире Светолина Это Надежда Украинских Украинского Тенниса Проиграла В первом Круге Четвертая Ракетка Уже Американка Стивенс После того Как она Родила Ребенка У нее Был Перерыв В связи Вот С беременностью С рождением Ребенка И вот Смотрите Она Сумела Набрать Форму Пусть Она Потяжелела Конечно Она Уже Немножко Не так Двигается Но Она Дошла До Финала Где Уступила Кербер В упорной Так что Ну Что вам Сказать Я Считаю Где-то Что это Подвиг Значит Вообще Анжели Кербер Ей уже 30 лет Кстати Она Побеждала Если вы Помните На открытом Чемпионате Австралии На открытом Чемпионате США Это Эти две Победы В турнирах Большого Шлема Были В 2016 Году Потом Прошлый год Был для нее Неудачный Но Вот Теперь Она Победила В Уимблдоне И таким Образом Из Четырех Престижных Турниров Ей Осталось Выиграть Только Теперь Турнир В Париже И тогда Она Будет Победительницей Всех Престижных Турниров Тут Был Тоже Интересный Момент Потому Что Вы знаете Этот матч Начался Где-то С более Чем Часовым Опозданием Дело В том Что За день До этого Южноафриканец Кевин Эндерсон И Американец Джон Изнер Провели Самый Затяжной Полуфинал В истории Уимблдона Ну и Конечно же Самый Длинный Матч В истории Вот этого Легендарного Центрального Корта Всеанглийской Лаун Теннис Клуба Значит Они Начали Свой Поединок В час дня И Выясняли Отношения На протяжении Шести Часов И Тридцати Шести Минут Андерсон В итоге Победил Но Вы посмотрите Значит Там 7-6 Первый Сет 6-7 Второй 6-7 Третий Он проиграл Потом он выигрывает 6-4 И последний Решающий Сет Он выиграл Но Счет Обратите Внимание На счет 26-24 Только Пятый Сет Один Пятый Сет Продолжался Почти Три Часа Два Часа 55 Минут Но Вы Поднимите Что в тот же День Еще был И второй Полуфинал Где Играл Джокович И Надаль Тоже Был Упорнейший Полуфинал В итоге Его пришлось Остановить После того Как Джокович Повел 2-1 По партиям Ну В итоге Джокович Выиграл И тоже Для этого Полуфинала В общей Сложности Понадобилось 5 часов 14 минут Борьбы Ну Конечно же Как вы понимаете Уже После этого Матч Финальный матч Сирены Вильямс И Анжелик Кербер Пришлось Начать Позже Ну Здесь Если честно Говоря То Большой Борьбы Не Получилось Ну Наверное Можно было Это Предположить Потому что Сирена Вильямс Все-таки Согласитесь После рождения Ребенка Она проводила Лишь Четвертый Турнир В нынешнем Сезоне Ну И Сыграть С Кербер Который На сегодняшний День Безусловно Является Одна Из Сильнейших Теннисисток Мира Это Раз И Второе Она Великолепно Играет Именно На Травяных Покрытиях Ну И Уже С самого Начала Вы Помните Там В первом Сете Кербер Повела В счете 2-0 И Ну Правда Сирена Вильямс Есть Сирена Вильямс Что Говорить После этих 2-0 Она Сумела Сравнять Счет Счет Стал 3-3 Но Потом Уже Проиграла Три Гейма Подряд Ну И В итоге Повторяю Матч Длился Чуть Больше Часа 65 Минут 6-3 6-3 В пользу Кербер И Так Она Завоевала В принципе Кербер Это Был ее 12-й Титул В общей Сложности И Третий На Турнирах Большого Шлема Остальные Она Побеждала В Менее Престижных Турнирах Так что Вот так Завершился Чемпионат У Женщин Ну У Мужчин Тоже Ну Борьба Всегда Интересна Я уже Рассказал О том Как Проходили Полуфинальные Бои Короче Джокович Тоже Кстати После травмы Впервые За два С лишним Года Стал Победителем Турнира Большого Шлема Он Победил Южноафриканца Кевина Андерсона Ну Здесь Особой борьбы Не было Там 6-2 6-2 7-6 И В Уимблдоне Джокович Уже Выиграл Четвертый Титул Вообще Всего На его Счету 13 Побед На главных Чемпионатах Сейчас у нас Перерыв на рекламу После чего Мы продолжим Нашу передачу Спортивные Страсти Спортивные Страсти Спортивные Страсти На народной Волне Итак Мы продолжаем Нашу передачу Спортивные Страсти У микрофона Яков Стрельчин Телефон 847-400-5200 Ну и давайте Теперь Перейдем К событиям В нашей Стране Ну За этот Период Что проходил Чемпионат мира По футболу Что меня Здесь не было В Чикаго Я считаю В баскетболе Произошла Чуть ли Не революция Ну начнем Конечно с того Пожалуй Самый Главный Переход Это то Что Леброн Джеймс Теперь переезжает На запад Теперь он будет Играть За команду Лос-Анджелес Лейкерс Ну Что тут Можно сказать Ну в первую Очередь И так Без того Восточные Восточные Конференции Которая явно Он вступает По силе Западной Становится Еще слабее Все-таки Леброн Джеймс Великий Баскетболист И На своих Плечах Он тянул Вверх Кливленд Другое дело Что Опять же Нельзя Чтобы один Игрок Так командовал В команде Как Леброн Джеймс Я не думаю Что В Лейкерс У него Будут Такие Возможности Потому что Все-таки Кливленд Это был Его родным Городом Где он Выступал С самого Начала И там Он мог По-моему Диктовать Все Что он Хотел Любые Условия Но здесь Будет Немножко Иная Ситуация Еще В В Лейкерс Перешел Ронда Так что Тут будет Наверное Посмотрим Лейкерс По крайней мере Лейкерс С Леброн Джеймсом И Ронда Наверное Вернуться В Плей-офф Так что Тут Спору Нет Это Становится Сильная Командой Значит Леброн Джеймс Получит 154 Миллиона Долларов За 4 года И вы знаете Что Это Самый Крупный Контракт Леброн Джеймса В его Карьере И Вообще Еще тут Есть Такой Нюанс Это Впервые Впервые Он будет Играть В западной Конференции Ну и Конечно же Тут И легенды Лос-Анджелесовского Клуба И Карим Абдул-Джабар И Коби Брайан Безусловно Они довольны Они пожелали Леброну Удачи В новой Команде Выразили Большое Уважение Президенту Клуба Мэджику Джансену Который Удачу Я знаю Что Грег Попович Встречался С Ковая Леннардом Если кто-то Знает Результаты Этой встречи Я с удовольствием Послушаю Так что Ну Вот Такая Ситуация Теперь Получается Очень Интересно Ты понимаете Что Самое Интересное Вы вспомните Когда Когда-то Леброн Джеймс Перешел Обратно В Кливлен По-моему В 2014 Году И Он Обещал Своим Болельщикам Чемпионство То Чего Никогда У Кливленда Не было И вы знаете Что Действительно Он этого Добился Он В 2016 Году Выиграл Тут Точно Можно Сказать Что Выиграл Леброн Джеймс И тогда Он кинул Клич Я как сейчас Это помню Кливленд Это Для Тебя Так что Ну Посмотрим Что будет Сейчас Очень Интересная Ситуация Ну Вы знаете Что Конечно же Трудно Надеяться На то Что Лейкер Снова Станет Чемпионом Потому Что То Что Сейчас Происходит В NBA Я вообще Не понимаю Откуда Берутся Деньги Вот Допустим Вот Тот же Клуб Golden State Он Сумел Подписать Контракт С Демаркусом Казинсом И Значит Смотрите У них Теперь Вообще Получается Супер Состав Да Конечно Мы Все Знаем Что Сейчас Казинс Травмирован Что Он Скорее Всего Вернется В строй Только Ну Вот По Самым Оптимистичным Прогнозам Где-то К Январю Месяцу Но Тут И Начинается Самая Решающая Фаза Турнира Именно Уже Он Помимо Того Что У него Будет Время К Плей-офф Набрать Форму И Он Будет Не Таким Уставшим Как Другие Баскетболисты Которые Играют По 82 Матча В сезон И Что Еще Интересно Вы Посмотрите Если Вы Обратили Внимание То Сегодняшний Golden State Warriors Для Них Даже Не Играет Влияние Если Один Из Ведущих Игроков Травмирован Если Не Играет Дюрант Играет Карик Травмирован Карик Тянет За Собой Команду Дюрант А Там Есть Еще И Томас Короче А Сейчас Еще Будет Демаркус Казинс И Тут Просто Фантастика Самое Интересное Еще Один Момент Что Он Отказался От Контрактов 20 Миллионов С Пеликанс И Переехал Кари Дюранту За 5,3 Миллиона Где У него Абсолютно Точно Не Будет Столько И Игроков Игрового Времени Как У него Было В Его Прежней Команде В Новом Орлеане Там Вообще Все Таки Была Вот Эта Связка Казинс Дэвис Очень Интересная Связка Ну То Что Демаркус Казинс Это Полноценная Звезда В NBA Здесь Я думаю Никто Спорить Не будет В принципе Его Фантастическая Статистика Он набирает Где-то 22 очка Плюс 11 Подборов За карьеру В среднем За карьеру Он Четырежды Участвовал В матчах Звезд Ну Как вы Видите Действительно Это Сильнейший Игрок И Безусловно Warriors Просто Становится Еще Сильнее И Я не знаю Опять Получается Так Что Похоже В этом Сезоне У них Опять Не будет Никакой Проблемы С Победой В этом В этом Чемпионате Ну Ладно Посмотрим Чем Все Это Закончится Все Так Это Пока Еще До Начала Сезона Времени Остается Много Поэтому Пока Это Все Слова Ну Что Касается Чикаго Булс Тут Интересного Мало Значит Ну Пожалуй Можно Только Отметить То Что Подписан Контракт С Мощным Форвардом Джабари Паркером Ну Хойберг Конечно Тут же Он Человек Офиса Он тут же Заявил Что мы Уверены В принятом Решении Паркер Доказал Что он Способен Забивать В NBA У него Очень разнообразная Игра В атаке И так Дальше Да Он действительно Способен Играть На Разных Позициях Но Тут Есть Один Нюанс Паркер Тоже Травмирован Паркер Имеет Те же Проблемы С коленом Что Имел Вдруг Вылетел Из головы Наш Многолетний Лидер Но Не имеет Значения По крайней мере С коленями У него Проблема И Сколько Он Будет Играть Сколько Времени И сумеет Ли он Восстановиться Это факт Как-то Наша Команда Подбирает Таких Игроков Которые Будем Так Говорить Не Совсем Физически Здоровы Не Совсем Прекрасной Форме Ну Остается Надеяться Только На то Что Он Заиграет И Особых Проблем Со здоровьем Не будет Ну Все остальное Посмотрим Еще До начала Сезона Много Времени Пока Чикагская Команда Завершила Свои Выступления В летнем Лагере В который Проходил В Лас-Вегасе Там Участвовало Все 30 команд Из NBA Сначала Был Такой Ну Будем Говорить Турнир Где Все Команды Провели По Несколько Матчей И Значит Что Мы Имеем Значит Чикагская Команда Тогда Остановилась Где-то На 24 Месте Потом Они Играли Стыковые Матчи И Значит Как Здесь Говорят Плей-офф Что-то Выиграли У Вдруг Сейчас У кого-то Они Значит Они Одержали Победу Сейчас Пытаюсь Помнить Вдруг Если Кто-то Сейчас Напомнит Я буду Очень Благодарен Я знаю Что в финале Вот этого Летнего Турнира Будет играть Лос-Анджелес Лейкерс И Портленд Которые Одержали По 6 Побед Чикаго Значит В первом Круге Выиграла Во втором Они Проиграли Так что Вот Чикагская Молодая Команда Будем Так Говорить И Ну Там Вроде В Чикаго Довольны Молодыми Баскетболистами Которые Появились В результате Драфта Этот Вэндал Картер Джуниор Вроде Провел Хороший Ледний Лагерь Чандлер Хатчисон Тоже Им Довольны Ну Посмотрим Сумеют ли Антони Блэкни Сумеют ли Они Так Появиться В основном В составе Чикаго Буллс Сумеют ли Они Завоевать Это место Ну А для Украинских Болельщиков Спорта Болельщиков Баскетбола Хочу напомнить Что вот сейчас Лейкерс Который будет Выступать В финале Этого Летнего Турнира Там Великолепно Играет Украинский Баскетболист Святослав Михайлюк Из Черкасс Значит Он Вот Во встрече В полуфинале В вчерашнем Полуфинале С Кливлендом Там Основное Время 98-98 Дополнительное Время Лейкерс Победил 112-109 Но Это был Самый Результативный Матч Михайлюк За время Выступлений За Лейкерс Он Провел На Паркете 33 Минуты Набрал 31 Очко Сделал 4 Подбора И Одну Передачу За Игру Так что Вполне Возможно Что Этот Баскетболист Ну По крайней Мере Займет Своё место В Лос-Анджелес Лейкерс Он уже Играл За сборную Украины Он вообще Очень талантлив И Ему Не много лет Ему Где-то 21 год Насколько Я помню Сейчас Так что И Выступать Он начал Чуть ли не 17 лет За основную Сборную Украины Так что Может быть Он И Закрепится В составе Лейкерс Что касается Других Новостей Значит Уже Леброн Джеймс Который Сейчас Является Игроком Лос-Анджелес Лейкерс Он Кстати Впервые Появился На публике В экипировке Значит Лейкерс Он был Присутствовал На четвертьфинальном Матче Летней лиги НБА В Лас-Вегасе Там Когда играли Лейкерс И Детройт И он Заявил Что он Не примет Участие В летнем Лагере Сборной США Вообще Главным Тренером Сборной США По баскетболу Ну Это Идет Подготовка К Олимпиаде И Честно Говоря Я вот Когда мы Говорим О переходах Все-таки Самый Странный Переход Наверное Я бы Сказал Сенсационный Переход Ну Мы все Знали Что Лебон Дальше И Леброн Паркер Который Столько лет Провел В Сан-Антонио Спурс Подписал Контракт С Шарлотт Хорнеттс Причем Контракт На два Года 10 Миллионов Долларов Ну И Вы знаете Что Лично Я считаю Это Просто Наверное Самый Неожиданный Переход Который Произошел В этом Межсезонье Пока Меня Здесь Не было Ну А Сейчас У нас Небольшой Перерыв На рекламу После чего Мы Продолжим Нашу Передачу Спортивные страсти Спортивные страсти Спортивные страсти На народной волне Итак Мы продолжаем Нашу Передачу Телефон В студии 847 400 5200 Теперь Настало Время Хоккея Тут Тоже Есть Определенные Новости Особенно В нашей Чикагской Команде Остальных Как-то В данный Момент Честно Говоря Меня Не очень Интересует Ну До того Сначала Вот что Произошло Значит Чикагская Команда Пока Не очень Активничает На Свободном Рынке Значит Они Подписали Контракт С вратарем Кэмом Уордом На один Год 3 миллиона Долларов Это Сразу Вызывает Недоумение Потому Что Помимо Того Что У нас Крауфорд Ну Не в лучшей форме Болеет Проблемы со здоровьем То Уорд Который В принципе Неплохой Вратарь Но У него Тоже Всегда Были Жуткие Проблемы С С С С Травмами Так Что Он Достаточно Травмированный Игрок Крис Куниц Ну Этому Бойцу Уже 39 лет Он Ничем Не Блеснул В Тампо Бэй В прошлом Сезоне Хотя Может быть Чуть-чуть И усилил Там Третью Тройку Где Играл Но В начале Сезона На Тампо Бэй Ставились Большие Ставки Считалось Что это будет Главным Претендентом На победу В кубке Стэнли Но Эти надежды Не оправдались Как вы знаете Тампо Бэй Не захотела Продлевать С ним Контракт Но Вот Чикаго Решила Подписать Ну Конечно Он Очень Опытный Хоккеист Но Ему 39 лет Вы Посмотрите Что делается В хоккей Скорости Особенно В плей-офф Возросли Просто Невероятно Кстати Как и в футболе Но об этом Мы будем Говорить В следующем Часе Нашей программы Ну И Подписан Контракт С Эдамом Боквистом Это Защитник Такой Трехлетний Контракт Начального Уровня Ну Тут Я просто Не знаю Ничего Против Эдама О Эдаме Боквисте Так что Дальше Это было Начало Дальше Вот Чикаго Блэк Хакс Освободил Место Под потолком Зарплат Им удалось Вот Минувший Четверг Обменять Марио Хосу В Аризону Ка-Кайотс В рамках Сделки С участием Семи Игроков Ну Хоса Прекраснейший Хоккеист Ему Так же Уже 39 лет У него Оставалось Еще Три Года Контракта Ну И Он Конечно Уже Завершил Свои выступления В хоккее Он Тут Дал Большое Интервью В своей Словацкой Газете Заявив Что Играть Он Больше Не сможет Что Да Хоккей Это Его Жизнь Но Здоровье У него Одно И он Вынужден Заниматься Своим Здоровьем Так Что Вот Такие Дела Значит Он Вы знаете Вообще Конечно То Что Иногда Делает Руководство Чикаго Блэк Хакс Это Вызывает Определенное Удивление Потому Что В 2009 Году Хоса Подписал 12-летний Контракт С Блэк Хакс Тогда Финансовые Условия Разглашены Не были И Контракт Должен Был Истекать В сезоне 2020 2001 Года И Поэтому Он Не может Официально Объявить О завершении Карьеры Так Что Ну Теперь Последние Следующие Три года Этого Контракта Они Будут Находиться Ведомостях Ведомостях Аризоны Почему Аризона На это Пошла Они Получили Форварда Винни Винострос Очень Быстрый Нападающий Защитника Джордана Остролы И Выбор В третьем Раунде Драфта 2019 Года Чикаго Чикаго Опять Возвращается К своим Старым Игрокам Они Получили Нападающего Маркуса Крюгера И Джордана Малетту Защитника Энди Кэмпбелла И Права На Неподписанного Маккензи Энтвистла Которого Был Выбран На Драфте И Так же Еще Выбор В пятом Раунде Драфта 2019 Года Ну Маркус Крюгер Конечно Игрок Известный Вы же Понимаете Он Долгие Годы Играл У нас В Чикаго Он Побеждал В Кубке Стэнли Дважды В принципе Так что Он Вернулся В нашу Коману Он играл В Каролине Ну и Там Честно Говоря В этот Сезон У него Прошлый Сезон За Каролину У него Не Получился Там Ситуация Была Такая Что Если Вы Помните Тогда В прошлом Сезоне Появилась Команда Лас-Вегаса Крюгер Был Одан Лас-Вегас Лас-Вегас Его Обменял В Каролину Ну и Вот такая Его судьба Теперь Он Вернулся Да Потом Еще Каролина Его В Каец Обменяла Теперь Он Вернулся В Чикаго Ну В принципе Крюгер Великолепно Играет В меньшинстве Вообще Тогда Все Было Очень Хорошо Налажено Теперь Это Все Надо Делать Сначала Ну Не знаю Значит 23-летний Малетто Играл Кливленд И Тусон В Американской Хоккейной Лиге Ну В НХЛ Он Еще Не Играл Так Что И Насколько Я знаю Кэмпбелл Тоже В основном Играет В НХЛ Ну Посмотрим Что Будет Дальше Так Что Вот Такие Изменения В принципе В Чикаго Блэк Хакс Ну И Там Потихоньку Вот Сейчас В понедельник Стартовал Лагерь Чикаго Блэк Хакс Где Тренируются Молодые Хоккеисты Посмотрим Посмотрим Кто из них Сумеет Завоевать Место В основном Составе Очень много Говорят О Защитнике Из Финляндии Которому 19 лет Это Хенри Джокихар Джу Я надеюсь Я правильно Перевел Его имя Вроде бы Он подает Надежду Он очень Мощный Физический Значит У него Больше Где-то 6 футов 6,1 футов 180 паунтов Его вес И В принципе Такой Защитник Достаточно Агрессивный Защитник Атакующего Плана Ну И Многие Считают Что Он Вполне Возможно Сможет Сыграть С такими Асами Чикаго Как Кейс Как Сибрук И О нем Очень Высокого Мнения Ну Посмотрим Вообще У них У нас В защите Тогда Получается Такая Достаточно Серьезная Конкуренция И Кейс Сибрук Морфи Меннинг Ян Рут Густавсон Форслинг Хилман Карлсон Гилберт Так что Тут Посмотрим Сумеет ли он Выдержать Эту Конкуренцию И Пробиться В основной Состав Так что Вот сейчас Я повторяю Начинается Этот Ну Не начинай Он уже вчера Стартовал Проходит Тренировочный Лагерь Который Конечно Ну Все надеются Что Каким-то Образом Он усилит Чикагскую Команду Посмотрим Что Будет Потому что Сейчас Конечно Что-то Трудно Сказать Потом Ну Из неприятных Новостей Наверное Помните Такого Вратаря Как Рэй Эмери Который Играл У нас Здесь В Чикагской Команде Он В основном Был второй Вратарь Но Тем не менее Он Обладатель Кубка Стэнли 2013 Года Так Ну Он Черный Вратарь Если вы Помните Его Вы Хорошо Наверное Запомнили Поэтому Его Вспомните Достаточно Скандальный Человек Ну Вообще Погиб Фантастически Он Утонул В озере Антарио Близ Города Гамильтона Откуда Он Был Родом И Вот Там Он Был В компании Друзей Которые Пошли Плавать Я Не Знаю Как Так Получилось Что Никто Не Заметил И Никто Ему Не Помог И Вот Он Погиб Вообще Он Сыграл Эмери Сыграл В НХЛ Более 300 Матчей Он Попал Сначала В Атаву Там На драфте Новичков Потом Он Стал В Атаве Основным Вратарем Потом Он Кстати В 2077 Году Он С Атавой Вышел В финал Кубка Стэнли Где Играл Очень И очень Неплохо Но По жизни Он Как в хоккее Так и по жизни Был человеком Странным Он Дрался Фалил Часто Иногда Пропускал Нелепые Голы Но в принципе Все таки Играл Надежно И Тренерский Штаб Закрывал Глаза На Все Его Недостатки Так что Вот Примерно Вот Такие Неприятные Тоже Случаи Случаются Так что Ну Еще Вот Конечно же Очень Интересная Ситуация С Панариным Который Решил Пока Не Подписывать Контракт Со Своим Клубом И Ну Сказ Как вы знаете Был Из Чикаго Его Обменяли В Колумбус И вот Сейчас Очень Значит Сейчас Панари Находится В Европе И Главные Менеджеры Колумбуса Финн Ярма Кякелейн Он С ним Встречался В Европе Считает Что Был Хороший Разговор И Он Хотел Главный Менеджер Хотел Убедиться В том Что Они Будут Находиться На Одной Волне Когда Панарин Приедет В тренировочный Лагерь Значит В этом Сезоне Значит Первоначальное Вообще Предложение Колумбуса Панарину Составляло 9 Миллионов За сезон Но Они Хотят Длительный Срок Там 8 Лет И Он Не Уверен Панарин Не Уверен Или Он Хочет Все Эти 8 Лет Играть В Колумбусе Вот В чем Проблема И Не Зная Насколько Там Это Замешано С деньгами Хочет Ли Он Больше Денег Или Нет Но Вот Примерно То Что ему Надо Там Сыграть 8 Лет Это Его Тормозит Но Наше Время Подошло К концу Большое Спасибо За Внимание И До Встречи На Следующей Неделе А Через Несколько Минут Мы С вами Встретимся В Передаче Мир Футбола Несколько Редактор субтитров А.Семкин